Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет на зря туши крана. Это значит мы сваливаем наконец-то из домика Фреи и продолжаем проходить Геодвор. Садитесь поудобнее. Хватайте ништячки и делайте погромче. Погнали. Ну что, мелки, погнали. Это Ванахи. Прости, видимо пора. Похуярели. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Не знаю. Конечно помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное нужна лодка. Че-то у пацана немножко с крыши не то. По-моему. Поплыла ку-куха, будь земля ей пухом. Ёбу дал, дал ёбу да и слава богу. Ку-куха, будь земля ей пухом. Ну ладно, съебанутых спроса нет. Бля, чувствую себя хованским. Сижу, глушу пиво в кадре, играю. Какую-то дичь. Мне все-таки интересно, когда же Кратос расколется. Видишь? Лодку выбросила на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. В лодку я потащу. Ты молчишь. Тебе лучше. Да, вроде. Ты подслушал наш разговор с Фреей. Думаешь, что всё понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты, я слабак. Не такого сына ты хотел. Но... Просто я уже думал... Что теперь всё иначе. Ты не всё знаешь, сын. Не всё. Но теперь я хотя бы знаю правду. 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 Я бог от Рэй. Из другой далёкой страны. Я пришёл на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился Богом, так же, как и ты. Сын... Нечего сказать? Я... Могу я превратиться в зверя? В зверя можешь ли превратиться? Нет. Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог. Почему ты так долго это скрывал? Я... Надеялся избавить тебя. Жизнь Бога... Это нередко бесконечные боли и трагедии. Вот проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не... Чувствую себя Богом. Я не знаю пределов твоей силы. Но со временем мы выясним. Ну вот и раскололся. Не деви меня, если сумеешь. По крайней мере призывать зверьё он умеет. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто ещё знал, что я бог? Края точно знал. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдор! Он знает? Поэтому он нас преследует? Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдора. В день похорон моей матери. Это правда. Эй, ну нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать всё, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Не верится, что Один был мужем Фрейля. Давай я тебе попозже расскажу. Давай ещё раз. Не отвлекаясь. Так, я что-то не понял. А, нам туда? Ну, ещё раз. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Ммм, прячет смерть, даёт жизнь. Это очищенная похорона. Давай. Йорф. Если бы в Альфхеме я знала, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чём не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдём? Само знание о том, что мы боги, придаёт мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются. Да. Пиздюк в себя поверил, я смотрю. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасёт не сила, а разум. А ещё он понимал, что знания других культур позволят ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра, и приносили ему дары по всему миру. И всё-таки оно вертится. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошёлся с великанами, вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчёт Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да, он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Бум. Сейчас, по-моему, будет замес. Так что, ребятки, готовимся. Не знаю, никогда тут не бывало. Так, один нескромный вопрос. Как мне, блядь-ка, не подобраться? Усюка. Это что за гироскоп? Бля, ну точно гироскоп. Ща будет еблась, по-моему, у меня? Так-так-так, чё за гинища? Не думал, что всё так просто? Нет. Может, надеялся. Что теперь? Хэээкс! Кто отсылочку узнал, сразу лука слепит. Бринь, большая голова, руки длинные до плеч. Любит, Бринь. Порчить халвау, он умен на тугоплечь. Блядь, чё ещё вызов, а? Это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был? Я... Но... Пошли на тебя. Ага. Так. Ловушка-то, конечно, заебись. Ой. Скелетона, ма? Начальники! Я басерался! Страшно, ма! Блядь. Чё я сделал? Рын! Так, ловушка есть. А где же ветер? Полезли. Ёпс! Ёпс! По корням, по корням. Целый Кратос лезет к нам. Он несёт с собой фулл данжен. Песенку поёт. А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Ну да. За кормой головой ничего и нет, пиздюк. Так. Тюра все, наверное, любили. Но он явно кого-то боялся. Но, известно кого. Одина и не зря. Вот же злоебаная охуяльня. Так, давайте думать. Как же отключить эту злоебучую защиту? За щит. За щита. Так, я не увидел, где ловушка. А, вон она, блин. Ага, на кольце. На кольце рабочая ловушка. Там ветер. Так, где-то тут я помню цепь. Пиздюк на спину. Блядь, свет еще такой. Какого-то в стриптиз-клубе на стену спускаюсь. Мадерфакинга. Да это же стрип-клуб. Ты лучше пожевеливайся, брат. Так, вот куда набрасывать? Я что-то хуй понял. Так, ладым. Так, там ловушунка нерабочая. Так. Хых. Это что, свич? Тупые свичеры. Так. Прицел. Триста. Тридцать. Три. Огонь. Так, какие-то врата открылись, по-моему, не? Так, один кусок защиты. О! Колесо. Ёбаный стос. Смотри, с каждой стороны небольшой проход. Как раз для мальчика. Для отца слишком малый. Иди, не думай во мне. Так, морозилку включить не вариант. Так. Так, здесь морозильника тоже нет, поэтому только пробег. Страшно вырубай. Осторожней. Но ей тут нет. Некому сшивать тебя из двух половин. Тихо. Чёп! Опа. Так, вторая ловушунка. Ебать мой хуй. Посмотри! Это чаще. Где павук? Чё, бухнуть надо? Думал. Или где? Или смотрит, что там нарисован он сам. Что ты нашёл? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны Песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О да, там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Нормально, я ему налупил. Нормально, я ему налупил. Так. Так. Давайте в ПВО поиграем, а? Ебать-то урод паяльникам, а? Молодец. Молодец. Ничего себе! Вот это был, ебать мой хуй. А что тебя там так задело? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Наверное, тебе просто нравится. Ха! Так, теперь надо проработать путь. И, наверное, сейчас защиту снимем. Посмотрим, что будет дальше. И будем сворачиваться. Так, вон вторая ловушка. Второе кольцо наверняка поведет себя как первое. Надо поймать ветра. Надеюсь, я бегу в правильном направлении. Сука! Вы в курсе, что это была подляна? Нормальная такая причем. Блять, промазал! Так, вон там треть хила уха. И... Цельс. Ну, хоть сейчас без подлянок. Так, колесо. А мне, может, понравится. Еще проходы. Понял, иду. Я боюсь смотреть. Удачи. Там точно ничего не хлопает. А я-то думала, у тебя пилы были страшными. Так, третья ла уха. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели, делали. Может, это ее подарок? Блять, как оно неудобно крутится. Кто б только знал. Кер, прицелишься называется, а? Я еще и кидаюсь не тем. Ага. Сверху надо работать, что ли. Вот теперь главное не облажаться. Смотри-ка, кольца кроют друг друга. Троген. Ага. С Sicher้來到. подожди Смотри, ловушка для ветра. Проблема в том, что мне... Ой, как весело. Сейчас будет съябывать оттуда. Ловушка-то, конечно, заебись. Только кольцо повернуто настолько неудачно. Так, а от цепи получится прицелиться? Сейчас, по-моему, мне придется применить всю свою скорость. Блядь, он даже не дотягивается. Да ну нахуй! Короче, хера, у меня 10 секунд уходит только на спуск. Угу, значит, надо найти какую-то другую точку. Так, давайте посмотрим еще разок, где именно ловушка находится. Так, колесом. Колесом. Так, здесь колесико. Не вариант. Тут колесико. А вот и ловушка. Так. Давайте-ка подумаем еще. Блядь, какая-нибудь дополнительная ветроловка может быть где-то есть. Дай-ка на втором этаже посмотрю. Чесать репу я буду очень долго, я так чувствую. М-м-м-м. Ммм. Ммм. Так-так. Я, походу, вкурил решение. Ну, может быть, не сам, но ладно. Короче, чё надо сделать? Надо переключить. Заставить вот так сделать. И теперь меня, в принципе, не ебёт, сколько у меня времени занимает спуск. Чё я сразу не догадался, я хуй его знает. Так, теперь уточняем местоположение деревца. Угу. Делаем вброс. И снимаем третье кольцо. Механизма. Чего? Что такое? Ловушка. Отец! Мальчик, уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть. Так. Адь Серебряный гонится за Луной. Скользь Золотой гонится за Солнцем. Когда не съедят Солнце и Луну, будет Рагнарёк. Но тут всё перепутано. Ты молодец! Луна налево, Солнце направо. Мидгард посерёбке. Но какой рычаг тянул? Средний рычаг! Левый! Средний! Луна с левого, Солнца справа, мидгард посерёбке. Левый! Левый! Луна! Правый! Левый! Средний рычаг! блять мальчик останови эту цепь я не знаю я знаю что делать ее нож а как еще не вышло почему не вышло хуя струя ну ни хуя себе посмотрим что приготовил для нас что же делать продолжать путь вот она мы ее нашли сын вот в день когда ты родился я сделал два ножа смешав металлы моей земли и этой страны один для себя а другой для тебя на будущее теперь ты готов я теперь мужчина нет мы не смертные мы нечто большее и ответственности на нас куда больше и ты должен стать лучше меня ты понял отвечай я стану лучше сила оружия любого оружия идет отсюда но управляет им это самоконтроль дисциплина того кто им владеет в этом заключается сила настоящего воина никогда не забывай ладно идем дрейва это что типа путь открыт стой руна ты ее видел да ты уверен гриндель гриндель ааа блять ааа я ты кажется понял фишку смотри в чем дело холодильника холодильника надо валить клинками ааа петуча надо валить топориком ухтуш ёпта так этот лег топор пламя хаоса топ г 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 Но мы же боги Видал я и побольше Жалкий трон Да, меня развернуло В какой стороне песчаная чаша? Так Ну что ж, на этом сделаем перерывчик Спасибо, что присутствовал С тебя Луис Пиписька И до скорого Ну и колокольцев пробей Увидимся в следующей серии